Урок 11. Задача первая. Найдите числовое значение от начлена 5АВС. Известно, что А это 0,25, В минус 1, С 4 десятых. Давайте подставим вот эти значения вместо букв. А затем надо выполнить действие. 5 надо умножить на 0,25. Получится 1,25. Затем надо умножить на минус 1, а затем на 0,4. Значение произведения будет числом отрицательным, потому что один из множителей – число отрицательное. Получится минус 0,5. Таков ответ. Задача вторая. Запишите одночлен в стандартном виде. Сначала надо перемножить числа 4 и минус 7. И записываем на первом месте числовой множитель минус 28. А теперь надо выполнить умножение степеней с одинаковыми основаниями. А в квадрате умножается на А в четвертой умножается на А в первой. При умножении степеней с одинаковыми основаниями основание остается прежним. Показатели складываются. 2 плюс 4 плюс 1 будет 7. Итак, ответ минус 28 умножить на А в седьмой. Задача третья. Какая цифра будет последней после возведения числа 864 в степень 777? Основание степени оканчивается на 4. 4 в первой. 4. 4 в квадрате. 16 оканчивается на 6. Если 6 умножить на 4, будет оканчиваться на 4. 4 умножить на 4, будет оканчиваться на 6. То есть, если показатель степени число нечетное, то последняя цифра 4 у значения степени. 777. Число нечетное. Значит, последней цифрой будет цифра 4. Задача четвертая. Делится ли на 10 значение выражения? Первое слагаемое. Основание оканчивается на 1. Если возвести в натуральную степень число, которое оканчивается на 1, то у значения степени последняя цифра будет 1. Второе слагаемое оканчивается на 2. Возводится в пятую степень. 2 в первой. 2 в квадрате. 2 в кубе. 2 в четвертой. 16 оканчивается на 6. 2 в пятой. 32 оканчивается на 2. 23. Основание степени оканчивается на 3. 3 в первой. 3 во второй. 3 в кубе. Это 27 оканчивается на 7. 3 в четвертой. 81 оканчивается на 1. 3 в пятой оканчивается на 3. Потому что если 1 умножить на 3, будет оканчиваться на 3. Затем 3 в шестой на 9. 3 в седьмой на 7. Последняя цифра 1. Последняя цифра 2. Значит, вот эта сумма первых двух оканчивается на 3. А здесь оканчивается на 7. Значит, значение данного выражения нулем не оканчивается. Будет последняя цифра будет 6. Значит, на 10 не делится. Задача пятая. Какова сумма цифр числа? 10 в восьмой минус 93. 10 в восьмой. 8 нулей. Единицы и 8 нулей. Надо вычесть 93. Можно отнять 100 и прибавить 100. Вот так, чтобы вычесть 93. Тогда значение вот этой разности это 6 девяток и 2 нуля. А значение этой разности 7. Значит, получится число 6 девяток, потом 0, 7. Какова сумма цифр этого числа? 6 раз по 9. Это 54. Да еще 7. Получится 61. Ответ 61. Ответ 61. 61. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.